Здравствуйте! Я Елена Афанасьева, и это программа «За дело». И сегодня мы поговорим о очень важной теме. Поговорим об отцах, столпах наших родов. Что такое быть отцом сегодня, в наше время? Почему люди уходят из семьи и оставляют своих детей? Или, наоборот, приходят в семьи и становятся отцами для детей приемных? Что значит быть отцом? И давайте посмотрим сюжет о непростом отцовстве. Привет, привет! Проходите. Доброе утро! Да, доброе утро! Вы уже похудели, мне кажется. Да, я уже скидываю сейчас. Привет, привет! Здравствуйте! Проходите. Сейчас, побыстрей каймучу, губы объем. Ой! И поедем. За семьей Тюленевых наша редакция следит почти самого рождения Савы. Как переполошились такие? По поводу. А сколько тебе лет? Сколько тебе годиков? А я что, я? Ты мой зяка. На аккаунт «Брутального папы» мы обратили внимание два с половиной года назад. Виталий танцевал, пел, дурачился с крохотным Савой и выглядел абсолютно счастливым. Тогда мы и пригласили позитивную семью к нам в студию. Саве было три месяца. Оксана находилась в декрете, а Виталий работал. Не будем о больном. Я всю жизнь телохранительным проработал. Около 30 лет. В декрете очень сложно, прям так сложно. Обычная работа, эти няйки. У меня каши приготовил на всех. Шутка. Она была здесь. Сав, смотри, там снег идет. Ну что, пойдем? Поехали. Сейчас оденемся, поедем к Алексею на занятия. Да? Да. Да, поехали. Все. На развивающие занятия Саву собирает и отвозит папа. Мишка кошелапый по лесу идет. Давай ручки. Сейчас он в доме главный по детям. Когда родился Сава, Виталий лишился любимой работы. Так совпало. На новую так и не вышел. Решил посвятить время сыну. Получает пенсию по уходу за ребенком-инвалидом. Это около 20 тысяч рублей в месяц. Виталий всегда был добытчиком для своей семьи. Но в трудный во всех смыслах момент жизни Оксана и Виталий поменялись местами. Оксана сейчас работает юристом. Я не знаю, где варежки. Папа знает. Где обычный папа? Где варежки? Где штаны? Где что? Мама ищет. Сейчас я подхожу. Говорю, папа, где варежки? Где штаны? Оксана не сомневалась Виталий ни на минуту. Знала, что не уйдет, как это часто бывает в семье, где рождается особый ребенок. Психологически смириться с тем, что вот такой ребенок, это, конечно, человек эмоциональный. Ему сложнее было немножко. Но в нем вы были уверены? Да, конечно. То, что он не откажется там или еще что-то. Нет, такого даже мысли никаких не было. Я больше переживала, как он это переживет. Мужчинам труднее справиться вот с такой, мы называем это, нацистической травмой, потому что все-таки синдром в обществе. В принципе, это действительно сложная вещь и не всем известна и так. У отцов это может быть менее кратковременно, менее эмоционально заметно, но внутри, конечно, они очень переживают и происходит очень серьезная внутренняя работа. Как развивать ребенка с синдромом Дауна научили в фонде «Даунсайдап». Каждую неделю к тюленивым приходил психолог. Сейчас Савва вместе с папой приезжает в фонд на занятия. Спим мы, да? Делаем вид, что мы спим. Да, да, все, спим мы. Сейчас мы как пойдем. Виталий редко расстается с сыном. Когда-то он уже чуть не потерял его. При родах не раскрылся сердечный клапан. Врачи боролись за жизнь мальчика. Я прям сижу, прям ору, вижу девушку с коляской, проходит. У меня прям еще больше думают, да что ж такое-то, Господи. И вот как, наверное, у большинства людей. За что? У него закрыта аорта, кровь не поступает. Предстояла серьезная операция. Но за ночь произошло чудо. Будет операция, сто процентов, давайте все подпишем. Но вы понимаете, что может быть все, что угодно туда-сюда. Я в шоке, загон. Думаю, как, чего? И потом приезжаем туда, заходим. И входит доктор. Говорит, ребятушки, вы можете верить, можете нет, но произошло чудо. Клапан за ночь открылся. Операцию отменили. Вот прямо аж до кома в горле. Такой брутальный мужчина со слезами на глазах. Александр, у вас тоже солнечный ребенок. Да, да, у меня девочка Марья Анна, которой 7 лет сейчас. И она родилась с синдромом Дауна. И очень трогательная история о Савве. Очень милый пацан. Ну вот, Марья Анна у меня такая же сладкая. То есть вот это... Я не знаю, откуда вот такое свойство у таких детей. Но вот тоже проблемы с сердцем. Как у большинства детей с синдромом Дауна. Это классика. И у нас было межпресердное сообщение. То есть кровь смешивалась внутри сердца. Но, к нашему счастью, это не было серьезным нарушением сердца у ребенка. И поэтому нам операция не требовалась. И главное, что нужно было, это чтобы сердце тренировалось. Чтобы ребенок занимался активностью какой-то. И поэтому у нас физкультура. Ну, вы даже пришли с прекрасным символом того, что вы пробежали марафон. Но вы марафон 42 километра. А сколько лет? 42, да. А на детском забеге московского марафона, юбилейного, 10-го, мы пробежали с дочкой 400 метров. А вот опыт с детьми, которые норматипичными, это называют теперь, обычными детьми, и вот Марианой. В чем разница отцовства? Очень хорошо в ролике сказали, что можно бесконечно дурачиться с ребенком. Вот Мариане сейчас 7 лет, и в возрасте 7 лет мои старшие дети, они были такие уже достаточно взрослые. Такие были тертые калачи, им нужно было что-то уже конкретное в жизни. Дети с синдромом Дауна развиваются медленнее. То есть мы их все торопим. И все воспитательные методики построены на то, чтобы поторопить развитие, развивать мозг побыстрее. А они медленные. Вот у них медленное физическое развитие и медленное умственное развитие. И для меня, я для себя так принял, я очень долго, ясно, что я это думал, обдумывал очень долго, рассуждал, размышлял. Я принял для себя, что этот цветок раскрывается медленно. Он медленно развивается. И я буду использовать максимально вот это детство, которое вот в ней есть. И буду дурачиться до тех лет, которых нужно. То есть я для себя это принял. Мы не ставим во главу угла самое главное развитие. Мы не требуем от нее какого-то богатого словарного запаса, умелок таких, которые нормотипичные дети имеют. То есть не нужно вот это вырывать из детства. У ребенка с синдромом Дауна более долгое детство. Это факт. То есть я наслаждаюсь тем, что у меня ребенок совсем маленький. И она там в возрасте 3-4 лет сейчас по своему развитию классно вообще. Мне такие дети нравятся. Прекрасно. Елена, как вам кажется, или по вашему богатому профессиональному и жизненному опыту, почему у общества сразу в таких ситуациях возникает реакция у большинства людей? Но он же еще молодой и красивый мужчина. У него еще может быть совершенно другая жизнь. Зачем ему привязывать? Про женщину такое не говорят. А про мужчин говорят. Почему? Ну, в обществе, конечно, роль мужчины и отца в том числе очень сильно нагружены всевозможными стереотипами, представлениями, ожиданиями, которые тянутся глубоко в прошлое. И, конечно, мужчина, который должен иметь детей, продемонстрировать свою фертильность, состояться, как человек, который сможет передать накопленное своим наследникам, законным, понятным в этой системе социальных координат. В общем, это довольно давняя такая, древняя, можно сказать, истина. Поэтому, конечно, для мужчин, которые обнаруживают, что вдруг судьба подарила им вот эту возможность воспитывать ребенка, который не вписывается, возможно, в эти ожидания, она и освобождает от ответственности. Общество меняется. Смотрите, раньше, намного раньше вступали в брак. Наши с вами отцы, наверное, были моложе, чем вы. Я не знаю, у каждую конкретную ситуацию. Но в обществе, я так понимаю, что, например, мой отец, мой сын сейчас в том возрасте, когда у отца была уже я, я думаю, а вот вообще он готов к отцовству ребенок или нет? А мамочки часто говорят, да куда ж тебе, погуляй еще, зачем нагружать? Действительно ли меняется вот эта готовность стать отцом, приходит нынче позже или нет? Конечно. Раньше культура была построена вокруг, скажем так, роли отца-кормильца. Вот вокруг этого крутилось все. Если вы в состоянии прокормить себя и семью, и детей по умолчанию, то вы состоялись. А когда мы сможем стать кормильцами? И вот молодые люди обнаруживают, что, ну дай бог, к 30, потому что у нас затягивается процесс образования. И все дальше и дальше. А молодыми сегодня считают уже как бы 35+. И стало быть, социальная взрослая роль, она как желаемая, все ускользает и ускользает. И глядишь, только вот к 30 молодые люди созревают. И поэтому, разумеется, все вот это 20-летие, как бы с 20 по 30 лет становится таким временем поиска, примеривания на себя других ролей, получения образования, первых шагов в профессиональном поприще. Когда только складывается некая прото-роль кормильца, позволяющая экономически взять кого-то, так сказать, за кого-то взять эту ответственность. Давайте узнаем, как в обществе формируется образ отца. Посмотрим на экран. У меня нет образа отца, потому что он всю жизнь оставался в тени. Это человек, который потенциально решил для себя, что он не готов, и ушел. Более половины отцов после развода никак не участвуют в жизни детей. Причиной безразличного отношения около 30% мужчин назвали банальное нежелание. Это данные свежего социологического опроса компании «Медиаскоп». По тем же данным от «Медиаскопа», если отец после ухода из семьи продолжает общение с ребенком, то чаще всего это участие материальное, подарки. Регулярно встречаются с детьми около 19% респондентов. 12% из общего числа опрошенных лишь созваниваются. И только 10% из них активно принимают участие в вопросах воспитания. Папа уделяет своему ребенку, скажем, в Китае 55 минут, в Америке 42 минуты, а в России, внимание, 6 минут. Обратная сторона медали. Есть и такие мужчины, кто целиком и полностью посвящает себя воспитанию своих детей. Отец-это безопасность. Поэтому с самого первого момента прикосновения, с первого взгляда, с первого момента, когда он взял ребенка на руку, вот включается этот отцовский стиль. Меня воспитывал папа. Так утверждает более 70% россиян. Это данные телефонного опроса в ЦИОМ 2022 года. Есть исследование и феномена папа в декрете. А дети mail.ru в 2018 году. Согласно ему, 48% мужчин заявили о готовности уйти в полноценный отпуск по уходу за малышом. По закону мужчинам дается возможность взять мини-отпуск сразу после рождения ребенка и оформить декрет. Но что же на деле? Цифры от Фонда социального страхования. Ежегодно в России отцы оформляют около 13 тысяч декретных отпусков, а женщины для сравнения почти 700 тысяч. Но то, что 48% сказали, что они хотят, это меня уже удивляет. Дмитрий, вы и мама, и папа своим мальчикам. Как так получилось? Когда у жены была вторая беременность, ей поставили диагноз, рак крови. Ее не стало, когда... Ее не стало, когда младшему было 10 месяцев, старшему было 3 года, и мне пришлось их воспитывать. Сколько им сейчас? 21,18. Что самое было в тот момент, когда вы остались с одним комочком, по сути, и с одним маленьким? Первая мысль, какие были? Лишь бы не заболели. Это было самое страшное, потому что я работал в таком месте серьезном. Меня бы не отпустили ни в декрет, ни на больничный. И, слава богу, какое-то время, достаточно долгое, они не болели вообще. Сколько лет вы были только втроем? Год и 8 месяцев. Потом появилась у вас жена, да? Да. У вас еще появились дети, да? Да. Сколько? Потом еще двое. Тоже мальчики? Тоже мальчики, да. Отличательно. Разница воспитания от отцовства вот там, когда вы были один отец, и отцовства, когда уже в полной семье есть? Да. В чем? Моя жена, когда мы поженились, она пришла, и она так окинула взглядом квартиру, сказала, это мужская берлога. Сейчас у нас все красиво, занавесочки, скотерочки, пыли нет. Но вы занимались с младшими сыновьями так же, как со старшими, вот когда они были в этом же возрасте, 10 месяцев, там полтора года? Или все-таки больше жена уже ими занималась? Вы знаете, с третьим, четвертым мне не приходилось готовить, мне не приходилось там закупать продукты, то есть как-то перераспределились роли, и мне кажется, ну сложно проводить какую-то грань. И с теми было все нормально, и с этими все нормально. Артем, папа, отчим. Давайте посмотрим. Тут огромная компания будет, человек 200-250, все будут играть в казино, сегодня будут волосы у всех на дубы, кто-то либо выгорит и станет миллионером. Артем завсегда отайшумных вечеринок, а еще завидный холостяк на кабриолете и питомцем Гоши, порода китайская хохлатая. Да, до Леры, да, это вы что, это прям, это была какая-то, жизнь называется черное-белое, все поменялось в один момент. На белое. На белое, безусловно. Жизнь одинокого шоумена перевернула с ног на голову Лера и ее дети, Марго с Леней. Артем сменил кабриолет на практичный внедорожник, чтобы туда можно было установить автокресло. Артем стал отчимом. Как вы с Артемом познакомились-то первый раз? Сначала мама увидела его на работе, а потом он начал жить с нами, потом он начал жить с нами, и еще потом купил хот-доги. Я думал, что у меня детей-то не будет, поэтому я как-то, да, не был. Да, на первой даже нашей встрече я спросила, Тём, а что у вас там детей почему? И он такой, да нет, ну это не мое, и вот такие обсуждения, мне не надо, у меня все, вот мой ребенок лысый, собака. Гоша, да. Артем и Лера знакомы уже как лет 12, но не общались, у каждого была своя жизнь. Так получилось, что когда оба развелись, судьба их снова свела. Пять лет, как они одна семья. Их друзья были очень удивлены. Тёма взял в жены женщину с двумя детьми. Артему 38, закончил театральный, сейчас ведущий корпоративов. Лера по образованию педагог, но работала в рекламе. Это 100% папа. Йоня. Папа, ты точно папа. А у мамы в основном только хобби. Всего понемногу, но хобби. Ну, мама на самом деле работала до появления папы на трех работах аж сразу. Поэтому я рад, что... Ну, папа за один день работы мамину зарплату получает, поэтому... Вот, поэтому мама стала сидеть дома и заниматься с детьми. Такого, что одним днём решили и съехались, у них не было. К детям взрослые искали подход. И ко встрече с каждым основательно готовились. Тёма схитрил. Вначале, когда мы готовились к этой встрече, ну, не то, что готовились, обсуждали её. Артём говорит, я не буду использовать приёмчики, я не буду брать с собой собаку, там ничего, фокуса нет. Нет, нет, всё, я всё по-честному, я их сам в себя влюблю. В итоге на первую встречу мы решили по раздельности, взяли только Риту, да? Сначала Риту, да. И Тёма взял, и Гошу погулять, и игрушку принёс, и фокус показал. Ну, Рита больше от собаки впечатлилась, потому что они очень давно у меня просили. И, в принципе, у нас не было знакомства такого, что вот этот мужчина будет жить с нами. Нет, мы, когда познакомились с детьми, мы ходили в зоопарк, на аттракционы, в кино. То есть мы просто как бы дружили. У нас не было вместе совместной жизни. Потом дети сами стали спрашивать, а ты уедешь, а ты не останешься, а оставайся. Мне было просто с ними классно, и мне прежде всего хотелось быть для них хорошим другом, да? Мне хотелось им что-то дать, рассказать, быть для них полезным, интересным, чтобы вот Лёня там мог обратиться, и какие-то мужские исключительные вещи, которые Лера ему дать никогда в жизни не сможет, он мог бы взять их у меня. Недопонимание случилось с Марго. Девочка не захотела делить маму с кем-то ещё. Артём признаётся, универсального совета, как быть в такой ситуации, у него нет. Он просто ждал, когда Рита сменит свою немилость на любовь. У меня уже, на самом деле, где-то внутри была такая, на самом деле, паника. Да, я уже понимал, что это может быть какой-то такой вот, ну, неразрешимый момент. Вот, и здесь только какое-то терпение, оно вдруг вознаградилось. Я просто вот пришёл в садик забирать Риту, а Рита бежит ко мне сквозь снег с криками «папа, папа, папа». Главное, чем Артём пожертвовал ради семьи, время. Теперь оно не только его, а общее, и желания одни на всех. Так семья решила, что пришло время завести нового питомца. Появился Феникс, лисёнок, которого назвали Люцифер. Тот тоже ещё один наш друг. Его тоже пришлось ещё новить, да? Да. Всё, он теперь нашёл свою семью большую. Да, таких чубрика. В общем, друг другу они совершенно спокойны. Но, тем не менее, не шибко и дружат. Надо видеть, какими глазами Артём смотрит на своих детей даже в сюжете. Вот обычно в обществе у нас устойчивый термин. Одна останешься с ребёнком, кому будешь нужна. А уж если с двумя, не дай бог, или больше, то это уже на женщине можно крест поставить. Мужчина молодой, красивый, в шоу-бизнесе и всё. Когда есть у женщины двое детей, возникал такой звоночек в голове? Ну, это же надо не только с женщиной, но и с детьми будет ужиться. Знаете, нет, честно, не возникало. То есть я понимаю, что, наверное, это возникло бы, если бы, не знаю, там, детям было по 15-16 лет. И ты понимаешь, что ты уже имеешь дело с взрослым мыслящим человеком. Здесь нет, мне кажется, для меня всегда дети это было что-то. Ну, дети. И я даже с виду не мог понять, ну, примерно, о каком возрасте идёт речь. Ну, просто ребёнок. Да, он просто хороший, красивый, весёлый. Елена, почему у нас в обществе так принято, что вот если остался мужчина с детьми, то очевидно, это он практически завидный жених. Понятно, что найдутся женщины, которые захотят быть имамой. А когда остаётся женщина с детьми, то всегда большие сомнения, что она найдёт заново своё счастье. Дело в том, что в прошлом мужчины должны были быть уверены в том, что они передают своё наследство совершенно гарантированно известному своему наследнику. В этом был смысл накопления собственности. Отсюда стартует вообще основа государственности, если уж на что пошло. Но, тем не менее, я хотела бы откликнуться на то, что прозвучало. Вот Артём сказал, что, вообще-то говоря, пришлось пожертвовать временем. Наладить отношения социальной матери уже, а не только биологической, и со своими собственными детьми, равно как и здесь наладить отношения с дочерью жены от первого брака. То есть возникает целый набор проблем, которые, в общем-то говоря, и фокусируют нас на проблеме современного, такого тёплого, вовлечённого отцовства. Это доступность. Мужчина должен быть доступен. Но далее, а чем ты наполнишь это доступное время? То есть это проблема взаимодействия с ребёнком. Это второй краеугольный камень этого вовлечённого отцовства. Поэтому что придумать, как занять, о чём поговорить и так далее. И, наконец, ответственность. Это третий краеугольный камень. То есть взять ответственность за будущее ребёнка. Это ведь не просто принести собачку. Это подумать вообще, а какое образование я им дам? А какой образ жизни, вообще-то говоря, теперь вместе со мной будет в этой семье? Или родим ли мы ещё детей? И перемешаем их теперь в общей семье, да? И уже не будет различия между сыновьями от первого брака, от второго брака. Вы даже сами говорите об этом. Я не вижу различий, да? И это очень важно. И вот зиждясь на этих трёх основаниях, доступность, взаимодействие и ответственность, мы видим фигуру современного тёплого отца. Артём, биологический отец в жизни детей как-то присутствует? Да, появляется периодически. Они его тоже папой называют? Нет. Но вы не удочеряли, не усыновляли их? По документам ничего не делаем. Они на фамилии отца? Милые, смешные моменты. Походы к зубному, например. И что? Мне не дали вылечить дочке зубы, потому что что-то меня дёрнуло, да. Паспорт. Я в этом все это рождение. Пришло свидетельство взять с собой, и мы просили свой паспорт. Он говорит, а вы кто? Я говорю, ну в смысле, что по-вашему, ребёнка на площадке украл, решил зубы вылечить. А для вас важно, чтобы они были документально ваши? Может быть, фамилию вашу взяли? Нет, меня это никак не тревожит. А жена осталась со старой фамилией? Да, тоже, да. То есть это не то? Понятно. А для вас, как для мужчин, важно, чтобы дети носили именно вашу фамилию, Александр? Ну, мне почему-то важно, да. У вас как с гордостью за фамилию? Для меня важно, чтобы и у жены была моя фамилия, и у всех детей. И у нас, говоря об отцовстве, интересный момент был в семье. Мои родители развелись, когда мне был год, и папа, ну, его не было. Но самое тёплое воспоминание о нём, это когда он приехал ко мне на выпускной. И он был единственный из моих родственников на моём выпускном. Это было прям замечательное воспоминание, отличное. Потом несколько ещё раз мы пересекались, и вот в какой-то момент он появился в нашей жизни. Он ехал в командировку и заехал к нам. И вот тогда я увидел, как для детей было важно, что у них, оказывается, есть ещё дедушка. И я теперь вижу вот эту линию от моего отца ко мне и дальше к моим детям. Вы учились, каждый из вас, как-то отцовством? Дело в том, что в 90-е годы, когда я закончил технический вуз, я не смог устроиться по специальности. Я устроился воспитателем в детский дом. И там меня вот начали с 20 лет чужие дети называть папой. Ну, они всех воспитателей называют или мамой, или папой. Вот у меня был такой опыт. И глядя на них, я думал, что, ну да, наверное, я уже знаю, что такое отцовство, уже что-то я умею с детьми ладить, уже понимаю, что такое дисциплины, уже понимаю, как направление задать в жизни. Но когда мы узнали о нашей беременности, и я подумал, что я теперь стану биологическим отцом, это было несколько лет позже, вот все это улетучилось все равно. Я понял, что я все равно не был готов, хотя мне было 28 лет уже. Я думал всю жизнь, что я спокойный, добрый человек, уравновешенный. Когда у меня появились дети, я понял, что я очень, наверное, нетерпеливый и раздражительный. Очень удивленно смотрит. Нет, нет, мне кажется, просто это голос всех отцов. Аналогично я поддержу отцов, да, потому что так оно и есть. В какой-то же момент, да, ты понимаешь, что ты бессилен. Нет, интересно, когда есть кому передать и сказать, что... Я хочу сказать, что в этом ценность. Потому что если говорить о том, что вот есть какие-то там отцы идеальные, которые делают на 100% все правильно, да, нет таких не бывает. Во-первых, отец дает и положительный опыт, вот когда он там дает новые знания, там куда-то повел, с чем-то там разговоры о жизни, там разговаривает, да, то есть делу какому-то учит навыкам. Но есть и другая сторона отца, да, то есть он дает негативный опыт тоже. То есть когда мы вступаем с детьми в конфликт, мы с ними реально вступаем в конфликт, мы вот в конфликте, мы это осознаем. У нас есть требования по отношению друг к другу. Отцы очень требовательные. Если бы мы не были требовательными, мы не были бы отцами. Это наша роль. Мы требования выдвигаем выше крыши вообще, особенно к сыновьям, кстати говоря. К дочерям меньше. Что папа для девочки, что папа для мальчика? Ну, я надеюсь, мой сын посмотрит это, когда уже подрастет. Да нет, конечно, к сыну очень требователен. Аналогично. То же самое хочу сказать. Потому что хочешь, чтобы он все смог. С сыновьями, мне кажется, легче намного, чем с дочерьми. Потому что воспитывать девочку, это, наверное, как на велосипеде ехать с хрустальной вазой. С мальчиками как-то все просто. Просто живешь, они живут с тобой. Я нескольким своим друзьям говорю, что есть опасность очень хорошего отца. Девочка потом не может найти мужчину, который поднимется в ее сознании на тот высокий уровень, на котором она поставила себе отца. А вот хороший отец, это для девочки всегда сложно. Как ей потом искать? У мальчиков отношения по-другому. Ты должен дать пример. Ваши отцы давали ли вам какое-то напутствие в жизни, которое вы запомнили, именно отцовское? Как вести себя с будущим поколением? Мне сложно. Единственное, что приходит в голову, что ты хочешь потом дворником работать. А, вот так. Я имею в виду, да. Понятно, что отец, конечно, тоже принимал участие в каком-то, ну, наверное, становлении, в первую очередь, ну, мужчины внутри себя. Да, и ты на что-то же опираешься в жизни, смотришь на окружающих, на педагогов, в принципе, на поколение, на окружение взрослое, там, отца, друзей его. Ну, и какой-то у тебя считывается образ. И мне кажется, мальчики, да, они абсолютно точно, ну, невольно копируют, так или иначе. Мы уже обсудили, что родитель того же пола всегда более контрастен, да, это как два равнозаряженных заряда отталкиваются. Елена, ну, вот часто люди, когда приходят к психологам по поводу вопроса, вопросы про детей, да, с запросами какими-то по поводу своих детей, психологи часто говорят, что начинать надо с себя, да. Проявляют ли нас дети, особенно мужчин, потому что они не вынашивают их 9 месяцев. Конечно, но единственное, что у них для этого нет культуры разговора. Мы даже здесь это обнаружили. К роли отца, оказывается, нельзя подготовиться, а к роли матери, да, сто раз нам об этом скажут. Что такое идеальная мать? Да существует масса представлений об этом. Что такое идеальный отец? О, это какая-то энигма, это загадка. Вот, и прежде всего, отсутствие разговора, и вот даже сегодняшний наш разговор этому уже помогает, когда мы начинаем контурировать это поле. Так что же такое отец? Что он должен? Чем он отличается? Я помню одну из передач, на которой отцам предложили посоревноваться с матерями. Ну, если вы такие уж отцы, ну, сделайте, сварите манную кашу без комочков. Ну, почему манную кашу? Вопрос, почему мужчина должен повторить мать? Может быть, у него есть какие-то свои особые качества, которые и способности, требовательность, как вы говорите. Откуда она, эта требовательность? А ведь на самом деле, конечно же, мы все, в общем-то, с 20 века сильно изменившись и матери, и отцы. Мы же понимаем, что при этом раскладе женщина, вот дети, дом, забота и прочее, а вы кормилец, а значит, вы должны заработать. А что такое заработать? Это, в общем-то, в публичном пространстве работать, в конкурентной, жёсткой среде, какие эмоции, какие эмпатии, требовательность и к себе, и к другим, и умение встроиться в иерархию. Всегда кто-то найдётся, кто выше вас, и кто-то, по отношению к которому, будете властным вы. Поэтому, конечно, эти качества, требовательности как таковой, это вот имманентно-мужские. И мужчины, понятным образом, они транслируют это детям, делая скидку на дочерей. Но сегодня дочери, простите, они могут заработать врастая, да и побольше вас. И стало быть, они уже будут делить вместе с мужьями весь тот объём заботы семейной, в том числе и родительства. Это значит, они поступаются этим объёмом, а в ответ они подставляют экономическое плечо. Стало быть, вам, мужчины, вам, отцы, уже следующий вопрос. А вы должны и в девочках увидеть то существо, которое сможет эти вызовы принять. И вот в этом как бы следующий виток нашей дискуссии. Да, сыновья отличаются от дочери. Дочери нежные и прочее, но они и стойкие, они и мужественные перед лицом этих вызовов. И это должен быть разговор с супругой, с матерью этих детей. То есть разговаривать, разговаривать и разговаривать. Вот мы что должны делать. Что мужчине для счастья нужно, Александр? Для меня время с моими детьми, оно счастливое время, абсолютно точно. Когда я со старшими, мне очень важно поделиться своими знаниями и опытом. Мы занимаемся спортом вместе, и мы вместе имеем такие хобби небольшие. Летом, да, это там археология, этим летом юрских организмов добывали, значит, белемнитов и аммонитов в парке Коломенское здесь. То есть очень все здорово и интересно. И с младшей то, что в сюжете в первом было, подурачиться – великое счастье просто. Чистая любовь, счастье. Дмитрий, что для вас, как для мужчины, составляет понятие счастья? Вы знаете, я думаю, что отцовство – это только часть. Дети вырастут, у них будет своя жизнь. А что с нами, в чем наше счастье дальнейшее будет? Ну, во внуках, да, допустим. Но мне кажется, как-то нужно глобально состояться. Причем нет какого-то определенного направления, что вот если ты сюда уложился, в это русло, ты состоялся. Вот состояться там, где ты хочешь состояться. Артем, для вас составляющие понятия счастья? Семья. Ну, к этому в итоге приходишь – семья. Потому что нет ничего, работа меняется, жизнь меняется, люди окружающие тебя меняются. А есть то, ради чего хочется выйти на улицу и начать что-то делать. Да, есть те, ради которых хочется заботиться. И это чудесно, и какое-то ощущение твоего мира, который ты пытаешься создать. И, наверное, да, и понимание того, что есть чего-то такое большее, чем все мы. И хочется как-то обезопасить свою простую семью. А хотели бы вы сейчас еще раз стать отцом? Вы, может быть, первый раз биологически, но это... Как будто нет. Простите. Я шучу, но... И не шучу вместе. Не знаю. Нет, я не знаю. Мне кажется, сложно представить сейчас, что это вот... Все с самого начала, я поэтому вот смотрю на вас и думаю, как вдруг, вот, спустя, да, столько времени, новая волна, и вы готовы... Это очень большой шаг. Это действительно, наверное, сейчас я бы сказал, что если так сложится, да, чудо, да. А если подойти к этому ответственно, то, наверное, все-таки нет. И хочется как будто бы успеть... А вот это вот, о чем говорил Александр, продолжение рода, фамилии. А чем не продолжение? У меня чуть... Да, это же... Я поддержу Артема, я поддержу, потому что... Я прошу прощения, да, Артем, полностью на вашей стороне, потому что вы уже получили колоссальный опыт социального отсутствия, реализованного. Вы заботитесь, вы общаетесь, вы получаете эту волну, когда Маргарита бежит из детского сада и кричит «Папа, папа!» Ну вот, вы здесь, вы состоялись. Вообще, мы здесь вырулили на очень интересную тему, которую, не проговаривая, на самом деле она здесь просто вырисовывается как очень важное. Это связь между отцовством и маскулинностью, мужественностью. Это очень важный сюжет, потому что теплое, вовлеченное отцовство, казалось бы, оно немножко противоречит мужественности, которая стоит на этих вот архетипах, постулатах «Только мой ребенок, мой биологический» и так далее. Нет. Сегодняшнего человека... Извините, Елена, брутальный совершенно папа особенного ребенка из первого сюжета. Это такой мускулинность воплощенная. Он нашел себя. Он сидит дома с этим ребенком в момент, когда работает жена и спокойно меняет. Да. Да, но за этим стоят еще многие вещи, которые не вошли в ролик и которые в данном случае мы не используем для общего разговора, но которые, скорее всего, наверняка, имеют место. Потому что переговоры между мужем и женой, кто пойдет в декрет. То есть, на самом деле, мы должны видеть в современной ситуации выбор. Выбор должен быть. Поэтому замечательно, что ваша жена смогла и родить, и стать матерью для ваших детей. Замечательно, что вы стали отцом для этих двух ребятишек. И ваша жена, я уверена, счастлива. Вы знаете, вот мускулинность, она не только в теле проявляется, да, физическая мускулинность. Это еще какая-то внутренняя эмоциональная должна быть брутальность, что ли. Мне кажется, что не уйти из семьи сложнее, чем уйти. Поэтому те, кто остаются, они больше брутальные, более мускулинные. А отцовство? Ну, вот отцовство – это когда ты встраиваешь какую-то свою веху, такой вот ход истории, воспитываешь несколько человек из всего человечества, меняешь не весь мир, а тот мир, который окружает тебя, маленькую его часть. Мне кажется, это прекрасный финал для нашего сегодняшнего разговора. Каждый отец имеет шанс. Пусть не весь мир поменять, а поменять или сделать замечательной жизнью одного, двух, нескольких детей. И для них это будет центр вселенной. Отец – это всегда наш род, наше все. Я Елена Афанасьева. Это программа «За дело». Пишите нам, предлагайте свои темы. Мы встретимся в этой студии и обязательно поговорим.